Впервые за несколько десятков лет в разрушенных стенах Свято-Троицкого храма звучат песнопения божественной литургии. Старинная церковь без куполов и колокольни словно очнулась от забвения. Богослужение в селе Сухобузимское привлекло более сотни верующих. Это прихожане, а также паломники из Красноярска, Сосновоборска, Ачинска и Шуваева. Нет никакой разницы. Там собор в каком-нибудь шикарном городе или разрушенный храм в деревне. У них у всех одно предназначение, у всех церквей православных, это ступенька на небеса. И, понимаете, люди умудрялись служить даже в тюрьмах, в гулагах. И там тоже не было разницы между собором шикарным и храмом. Бог не проводит про это. Божественную литургию служили три священника. Торжественность к богослужению добавил православный народный хор, который организован при Покровском кафедральном соборе Красноярска. Встроенные голоса более 30 певчих буквально заворожили прихожан. К этому моменту готовились, соорудили алтарь, принесли иконы. Вот эта старинная когда-то принадлежала Свято-Троицкому храму. Вандалы ее сквернили, изрезали ножом. Но реликвию бережно хранят. Эта служба, самая первая служба после периода с 1937 года, периода гонения именно на этот храм. То есть сегодня мы вернулись к богослужебной жизни в этом храме. Такое чувство, как будто побывал именно в древней церкви, как древние христиане в римских катакомбах совершали свои литургии, так и сегодня мы в этом порушенном храме, но уже не поруганном. А священном уже молились и причащались к святых христовых тайнам. Слава Богородицы, приезд на Деву Марию, со всеми святыми... Красноярские казаки принесли на время службы икону Покрова Казачья. Сам храм в селе построили в 1802 году. Приблизительно в 1937-м разрушили колокольню. А в 80-е годы здание горело и пришло в полное запустение. Современники могут представить великолепие Свято-Троицкого храма только после посещения музея. В свое время, когда началась борьба с церковью, его превратили в Дом культуры. Сначала сняли колокола, увезли их на переправку. Затем переделали его в Дом культуры. И я вот здесь родилась, Сухобузима. И я помню, как мы бегали смотреть фильмы в этом Доме культуры. А внизу всегда были танцы. Затем в 70-е годы наша районная администрация решила построить новый Дом культуры вместо вот этого храма. То есть решили, что несерьезно в бывшей церкви очаг культуры создавать. И потом попробовали его разрушить, чтобы на этом месте построить Дом культуры. Божественная литургия длилась более трех часов. Заброшенный храм теперь обретет новую жизнь. И здесь будут проводить постоянные богослужения. Старые стены с сельской церкви соединяет новая кладка. Примечательно, что кирпичи здесь встречаются именные. Александр, Елизавета и еще десятки имен. Так всем миром по кирпичику планируют восстановить Троицкий храм в Сухобузимском. Файля Шарыпова, Севолод Никитин. Новости.